Короче, Григорий, это марафон добра. Нам отдал Иван Халилов тысячу долларов. Все в твоих руках. Ты знаешь, что это за тема? Нет. Короче, мы берем купюру или сами инициируем, и передаем тебе, держи кукуру. Ты должен добавить любую сумму, один рубль, 50 рублей, тысячу рублей, и передаешь другую дальше. Ну, короче, мы уже так собрали Микаилю, хвост, поймали. Но большие судьи, они, которые мы раздали, ветки добавляются, мы уже не контролем. Ну, вот эта тема все в твоих руках называется. В чем это капец вообще? Ну, наконец-то мы тебя дождались. Мы уже устали тебя ждать. Все. А, ты фирмиссер, смотри. Просто, просто. И они, они никто не дают номер карты. Не дающие, что ли? Какие номер карты? С удовольствием добавить. Как автоматы не дающие, что ли? Тебе, значит, 100 долларов. Ты добавляешь любую сумму, передаешь дальше. И в конце человек, когда сумма 3 миллиона рублей накопится, человек инвестирует там на Вики. Мне рассказывали, рассказывали. Сейчас я прямо, чтобы не отходя от кассы добро, должно иметь быстрый оборот. Добро. Быстро, круто, новое. Быстро оборачиваемое добро. Паспорт отдам, все. Продам себе французского. Слушай, в принципе, за 20 минут так по стойке с камерой. Я уже готов. Пока Барит, фигурает. Да не может быть, смотри. Он даже добавил, того же руминала. Ничего себе. Того же руминала. То есть это добро? Один конец. Можно добавить? Я удвоил. Нет, можно добавить? Ты удвоил, я по басяцки еще добавил. На, держи, возьми. Нет, нет, мы уже не взяли. Я взял. Партнер выпуска – компания Megagroup.ru. Megagroup.ru предлагает вам уже готовые сайты и интернет-магазины всего от 6 тысяч рублей. Вы можете выбрать уже готовый, качественный для вас дизайн и создать сайт всего лишь за 5 минут самостоятельно. Минимум затрат и времени. Также сайты оптимизированы под мобильные приложения. И специально для подписчиков Руслана первым трем людям, кто напишет в компанию, получат сайт абсолютно бесплатно. Заходите на сайт megagroup.ru. А теперь переходим к видео. Короче, я тебе книгу написал. Ну, там я четырем людям посвятил ее. Тебе, короче, за то, что... Если я не ошибаюсь, за то, что как свет открыл, короче, на кухню. Вот фотография, по которым я иду. Получит очень долго. Есть? Сейчас 3-4 минутки. Конечно. Еще хочешь удесятили нас. Барри, не уходи. Хочу миллион за 100, да? Артем, я вообще хотел интервью записать с тобой. Наверное, я приеду на днях. Но мне не Вика сказал, давай прямо сейчас какие-то вопросы поздаем. Давай сейчас. Мне несколько вопросов буквально. Тем, если бы ты встретил себя, допустим, 15 лет назад на улице, то что бы ты сказала тому человеку, чтобы как-то попробовать изменить его жизнь, может как-то хорошо повлиять? Мне кажется, что мы каждый день просыпаемся заново, и неважно сколько тебе лет, ты можешь этот день прожить либо в формате ребенка, либо в формате старика. Что отличает ребенка от старика? Есть оценки, двойки, да, и меня пытались оставить на второй год. Вот, может быть, я поэтому всю жизнь стараюсь учиться, потому что у меня есть кейсы из детства, да? Мы рождаемся, и можно еще появиться на свет. Вот наступает возраст, как раз это где-то 20-25 лет, когда у тебя есть возможность появиться на свет. Ты еще не старый, да, но ты уже не ребенок физически. Но тебе важно сохранять вот этого ребенка и вырастить этого ребенка внутри себя, чтобы каждый день смотреть на мир с открытыми глазами. Вот я бы себе пожелал смотреть каждый день на мир с открытыми глазами. Второе, я бы себе пожелал следующее. У нас внутри постоянно идет борьба двух волков. Черного и белого, знаешь, это пища? Да, даже не знаю. Да, вот, постоянно, всегда, да. И я бы пожелал себе выращивать, правильно, кормить, кормить правильный уголок. Мария, а мы с Машей же дружим. Третье, я бы себе пожелал общаться с людьми, которые лучше, умнее тебя. Общаться меньше с токсичными людьми, не сливаться на токсичных людьми, да. Четвертое, чтобы я себе пожелал контролировать, что я говорю по отношению к другим людьми. Не быть самому токсичным, чтобы подобным притягивать правильный. Да, очень круто. Кстати, Артем, ты знаешь, что после того завтрака мы еще раз с тобой встречались, но ты об этом не знаешь? Нет. Ты не помнишь? Нормально. Короче, мы позавтракаем. Я тебе звоню, но я не знаю, сколько месяцев прошло. У нас все, в принципе, хорошо уже пошло. Я звоню, я еду по проспекту Мира. Я говорю, Артем, слушай, ну давай встретимся. Ты такой, да, 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 я не против. А че, говорит, ты много добрых дел-то натворил? Я, короче, ложу трубку. Я понимаю, что я сейчас к встрече с Артем не готов. Тупо не готов. Кстати, еще, вот ты не навеял на мысль. В жизни, говорит, два важных дня в жизни. И когда ты родился, и потом, когда понял, зачем родился. Так, следующий вопрос, предпоследний. Что такое счастье для тебя? У нас на канале с тех пор уже 110 тысяч подписчиков. Но вопрос все классический. Как, вот, людям, войти в это состояние? Ну, в общем, как инициатива, интересно было. Слушай, ну, по поводу счастья, я все время разработал формулу. Формулу счастья 8С. Она, если коротко, тезисно, она состоит из следующих аббревиатур. Состояние, твое состояние. Тело, в каком они находятся ресурсе. Какой инструмент, через который ты взаимодействуешь этому. Второе. Сейчас это время, в котором ты себя обеззнаешь. Или не особо, по большому счету, это есть только сейчас. Нету завтрашнего дня, нету вчерашнего дня. Потому что меня постоянно мотают вперед и назад. Вот это очень важный навык для того, чтобы быть счастливым в моменте, находиться в сейчас. Потому что твои страхи, которые ты себе сейчас рисуешь, они все равно не наступят. А то, что наступит, ты все равно не знаешь. Поэтому у меня смысл париться. То есть ты можешь изменить мне пальцы, если не можешь, я не помню. Да. Ну, просто эта история про счастье, она у меня где-то на час. Я боюсь, что я не уложусь в формате одного, такого короткого ответа на вопрос. Смысл, здрасте и средства. Вот это основное. То есть ответ на вопрос, зачем? Занимаясь тем, от чего тебя штырят, что тебе близко по духу, что близко по духу твоей сущности. Занимаясь и с теми, кто тебе близко по духу, твоё племя. И даже если у вас нет средств, то в какой-то момент эти средства можете создать сами. Как на момент нашей с тобой встречи. Я помню, я на каждой конференции, Артем, твоих радовался. Даже не одну. Фраза называется «Проблема не с пищей, а с пищеварением». Вот скольким людям я уже эту фразу сказал. Каждая конференция. Да, каждая конференция. Так, как, конечно, тебе конкретно люди могут помочь? Не знаю, на канале 110 тысяч, но посмотрим, может, и 20-30 людей. Как они могут помочь? Агентство Адвентум, веб-агентство у Артема и Фабрика Окон. Что они, какие могут помочь людям? Мне не надо помогать, помогите другому. Помогите тому, кто находится рядом с вами. Вот так вы поможете Артему в борьбе со злом. И тогда мы будем жить в более зрелом гражданском обществе. Самый интересный ответ из всех, кого мы спрашивали. Не банальный, так скажем. Да, заставь мне это видео, потом пересмотреть. Хорошо. В общем, мы тогда к тебе приедем на интервью. А есть визитка или как-то? Как связаться? Вот. Спасибо большое, ждем. И это... Есть такая милая? Новая, новая нет, да. В родной стране, она тоже суббищная. Вот. Смотри. Круто. Мы под видео разместим ссылки на фабрику Окон Адвентум. Если что-то нужно по веб-трафику, там, по сайтам, соответственно, пишите в Адвентум. Если нужно по поводу Окон Фабрику Адвентум. Ну и если Артем не против, мы просто в соцсети разместим, там, те люди. Ну, даже, может, дедные друзья просто подпишутся. Действительно, один из немногих фейсбуков, в которые, ну, я прям иногда захожу. Причем не просто в ленте смотрю, а принципиально забиваю людей. Так вот так и я редко прям в глаз смотрю. У меня тут неловкий момент, когда я снимаю постоянно. И обычно у Руслана какой-нибудь там студент подходит. А что, как тут? А тут Руслан, как студент, спрашивает, а что, как здесь быть? Да, ты понимаешь, вот Артем единственный человек, у которого нету там канала полумиллиона, чтобы я так же подходил. Ну, реально просто, вот, на все время он меня повлиял. Вы наручитель, оказались этот ученик. Да. Да, еще я понял, знаешь, еще одна твоя, кстати, тоже фраза, что ответ будет всегда, когда будет вопрос. Пока четко вопросов нет, то тяжело ответ приходит, они вообще не приходят. Спасибо, Артем. До свидания.